Давайте разговаривать еще и на английском, можно я перейду? Вы понимаете, в чем сейчас самая большая проблема? Вот смотрите, наша страна, она сейчас находится под нападением Российской Федерации. И для этой страны сейчас самое важное, это победа. А победа возможна в случае, если люди помогают экономически. Вот я как человек, состоявшийся, понимаю свою миссию. Я ее понимаю в том, что я должен помочь тем людям, которые зависят от меня. То есть у меня огромное количество людей родни, огромное количество людей работников, и я это все время выплачивал за работную плату. Также были деньги в общественной организации, в компаниях, и эти деньги перевел в первые дни войны, сразу же все на ВСУ в Украине. И сейчас от меня зависит дальнейшее экономическое состояние страны. Также для меня очень важно, что я буду выпускать? Я буду выпускать продукты питания, буду БАДы, буду снижать цены для Украины. И там буду этим всем заниматься. А что хотела российская власть? То есть российская власть хотела здесь нас геноциализировать, геноцифицировать. То есть они хотели убить всех украинцев. Такое уже проходило у нас в 30-х годах. Такое было у нас уже довоенное и послевоенное. Деноцификация, это когда убивали украинцев, просто украинцы свободные, потому что украинцы скачут, потому что украинцам доказать не свободу невозможно. Украинцы, они внутри имеют некий характер такой, и они за свободу готовы умирать, и за свободу готовы бороться, несмотря ни на что. Настоящий украинец, несмотря ни на что, всегда найдет работу. Почему? Русские будут искать работу и работать на дядю. Наши ни на кого работать не будут, будут сами создавать, будут сами открывать, будут сами делать. У нас частное предпринимательство в крови. Почему? Свобода, внутренняя свобода. Мы такие предприимчивые. Для этой страны сейчас очень важно, чтобы она играла, как баян или гармошка, в один звук. Смотрите, есть Ким, он руководитель Николаевской области. И в это время он играет очень важную роль. Смотрите, какую. Он восстанавливает Николаевскую область, он стоит на защите. Николаевская область, Мариуполь, еще кто-то. Это все люди, которые на сегодняшний день, они стоят на защите Украины. Они умеют разговаривать на украинском языке. Но для этого необходимо еще время привыкнуть. А что делают те люди, которые сейчас принципиально пришли в баню, тики украинская мова? Они дают повод понимать того, что сейчас нужно еще этим заниматься. А я хочу вам сказать, что сейчас не время. Не становитесь теми, кто пытается уничтожить здесь украинскую мову. Не становитесь. Потому что сейчас говоря о том, что мы уничтожим русский язык, мы становимся нацистами. А мы не такие. Мы люди мира. Мы мирные. Так. Хай будет украинская мова. Давайте разговаривать. Давайте 70 лет в нас забирали всими путями наявність нас, как украинской нации. И сейчас давайте разговаривать так, как мы умеем. А когда закинчится война, то будем разговаривать добровольно все на украинской мове. Тотально. А сейчас давайте мы будем заниматься тем, что важнее. Поверьте мне, сейчас не важнее украинский язык. Сейчас важнее победа. И раздор любой, он не важен. Все должны наоборот сплотиться. Все должны сплотиться. Все должны быть за то, чтобы эта страна выиграла. И это правильно, неправильно, языки не языки, воруют не воруют. А что вы делаете для того, чтобы было что-то и была победа? Что вы делаете? Что пишите всем, что не нужно разговаривать на узком языке? Вы думаете, я это к победе приведу? Я сам.